слава богу приветствовать дорогие друзья с любовью владимир зуба пусть бог благословит сегодня нас что небо открыто занавес сегодня в храме разорван разорвана и сегодня каждый из нас мы имеем доступ к его престол зачем нам идти к его престол для того чтобы получить милость и получить обновление благодати в этом я в этом нуждаюсь пусть понимание нужды в благодати божией приходит каждому из нас лужу и лужу я верю что когда мы приходим к этому пониманию тем тем больше мы начинаем желать обновление своей жизни этой благодати сладостная сладостная блана знаете как когда я размышляю о благодати разные понимания знаете вот разные такие образы для меня приход при приходят обычно когда рюа благодати это приходит какое-то умиротворение знаете вкусил как писание решил мы вкусе я вкусил я вкусил может от себя скажу не словами давида я вкусил благость божию и это то что сегодня верно и ревную об этой благости там где я там где я нахожусь поэтому где по сегодня не находились и ревнуйте о благодати божию ревнуйте обладать и позже об этой помощи для того чтобы мы стали благословение вот мы стали благословение для того чтобы знаете как хмурое выражение лица она ушло а пришло радость не искусственно не надуманная а радость которая исходит от самого радость которая исходит от самого духа божьего 1 петра коснемся вместо одного местописания знаете как увидеть волю божию на самом деле мы живем сегодня взлом веке многие вещи которые сегодня происходят в отношении нас они не всегда справедливо они не всегда правильно не не всегда справедливы и знаете знаете как один служитель мне сказал ты свое время это меня как в какой-то степени меня успокоил горит не ищи на этой земле справедливость ты не найдешь мир таким образом мир таким образом построен он построен на зале и временами можно ожидать этой справедливости чтобы она восторжествовала она восторжествует вот не тогда когда там хотелось бы поэтому я понимаю что сегодня необходимо для для нас как для верующих это починить свою жизнь починить свою жизнь истине 1 петра вторая голова и ботоков есть воля божья чтобы мы делая добро заграждали у стани части без нечестив без безумных людей заработали у стани невежеству безумных людей прошу прощения невежеству безумных людей делая добро такова воля божья я беру это местописания потому что я не ставлю за цель как трактовку какую-то сделать на это послание взял это местописание но из контекста но когда мы смотрим выше мы смотрим ниже мы видим это то что и во времена петра церковь переживала несправедливость неправильные вещи в отношении себя верующих да и когда мы смотрим на книгу деяния мы можем видеть что это справедливость даже была связана с тем что и убивали мученической смертью люди умирали и когда мы можем изучать историю христианства мы можем увидеть что это было на протяжении всего времени несправедливое отношение к верующим людям и естественно по законам этого мира как на зло надо отвечать злом да особенно когда вот стоит на нашу веру кажется мы должны отстоять свою и мы должны отстоять свою веру на своем месте доказать что как кто-то сказал мы не лохи и замы граждане дом и не лохи и отстоять свою какую-то позицию вере а то каким образом бог желает чтобы мы отставили свою позицию мы дальше продолжали делать добро чтобы не попадать в зависимость от людей потому что от очень часто когда к нам поступает несправедливо мы можем попасть в зависимость к этим людям они будут их не поступки они диктуют каким образом мы должны поступать данным поступить мы по по плоти сделать какой-то шаг я хочу сказать что и почистую таких ситуациях даже дьявол стоит за тем чтобы знаете как спровоцировать через 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 людей а яркий такой пример это когда иисус начал открывать свою волю открывать волю божью в отношении его жизни что ему необходимо умереть пострадать петр подходит к нему да не будет этого с тобой да уж бы не делай этого нету смысла тебе делать то идти ну чтоб это так заканчивалась твоя жизнь на что ему иисус ответил это дед меня сатана потому что иисус понимал что за этими словами за этими мыслями стоял дьявол а петр всего лишь навсего был инструмент который он который дьявол использовал но иисус понимал что ему необходимо делать это быть послушным воле боже вот точно так же и в этот мир несправедливо плохой когда к нам поступает несправедливо знаете учиться почему решил учиться потому что знаете как когда ударили по телу тело реагирует болью когда ударили по душе каким-то поступком несправедливо душа тоже реагирует очень дренирует моя меня раз нервничали меня я сегодня в гневе а баба естественно душа она реагирует но вопрос в том что мне кажется и слово боже об этом говорит что мы должны учиться учиться я хочу как раз хочу об этом сказать учиться направить себя в направлении воли божьей ибо такова есть воля божья чтобы мы делали добро когда все кричит сделай наоборот сделай поступи несправедливо сделать писание а ты сделай добро почему буду ждет как раз добрые дела они способны заграждать безум безумные поступки людей заставить даже когда отвечаешь злом на зло это человеческий язык плоской человеческий язык и он понятны и то то что происходит еще больше как бы зла каких-то вещей еще больше война а разжигается но когда ты поступаешь по добру некоторых это заставляет задуматься это наш путь это тот путь к по которым мы должны идти для нас оставил я для нас оставила наши предшественники хороший яркий пример когда их гнали они молились занятели даже если зарит на карме своего уровня дай ему хлеба на карме своего уровня и тем самым ты соберешь у воли горящие на его это то что сегодня нам необходимо учиться делать продолжать дело делать добро не глупости ни в коем случае я не говорю глупости делать потому что когда тебе делают поступает несправедливо тебя разводят такие какие там кидают или еще что-то делает и ты еще ну ничего киньте мне еще раз родите меня нет это не добро этого это глупость знаете как даже когда в отношении нас поступили несправедливо дать душе успокоиться дать душе успокоиться и просить у бога мудрости каким образом дальше поступать и как себя вести моей жизни были разные ситуации то к чему я пришел и сказал то что я вынес я вынес для себя хороший урок для меня это урок для того чтобы больше делать какие-то глупости в своих поступках до много в отношении несправедливо неправильно поступали как мне кажется я думаю что даже эти поступки они допущены были богом почему потому что в этих ситуациях наверно бог для меня открылся так как он так как он видит как он понимает и знаете как справедливость она всегда нацелена на то чтобы остановить нас в добрых делах а добрые дела для нас определяется бомб то почему бог нас призвал ему сказать и это является для нас добрым делом то к чему бог мне призвал то что я должен делать вот это доброе дело что не стоит далеко ходить искать а что такое является что я должен сделать доброе дело то что бог открыл то что я должен делай это и вот и любая несправедливость она как раз нацелена на то чтобы остановить чтобы ты перестал и вот когда ты успокаивайся ты находишь для себя бога и ты понимаешь найдя бога ты находишь для себя для себя первое ты получаешь для себя наверное познание бога потому что бог в каждой ситуации для нас открывается вот эта многогранность бог которую он имеет в себе для нас она открывается в в разных ситуациях вот в разных не всегда в таких хороших в основном каких-то таких тяжелых сложных ситуаций он открывается для нас и то что происходит мы обретаем силу потом от него жить благочестивая жизнь я сегодня могу сказать что до сегодняшнего дня я дошел это что даже сегодня ему служить несмотря ни на что это только благодаря богу благодаря тому что он произвел с моей жизни поэтому не первый я проверил этот путь я всего лишь навсего тоже в каком-то отрезке своей жизни есть те кто и шли перед нами апостолы другие мужеверы которые шли и и как проверили это путь на на своей жизни путь праведности это поприще прошли и приходилось и запинающий грех и любое преткновение просто сбрасывать который приходил в их не жизни для того чтобы следовать дальше взирая взирая на христа поэтому сегодня это наше время и сегодня мы должны учиться делать добро понимая то что сделая добро безумцам безумцы у безумцев будут закрываться рты сегодня и потом время придет когда самый в самом наверно таком горячим горячее время когда будет суд это дело они тоже будут кому-то напоминание поэтому пусть был плацает вас в этом дне и дарует вам познание и дарует вам силу знаете как выстоять пройти пройти то поприще которую бог имеет для каждого его с любовью димир дима аминь